Самое главное, что мне понравилось, поставили лавочки, чтобы пожилым людям, гулящим здесь, можно было где-то присесть и отдохнуть. Парк Сосновый – место популярное у жителей. После благоустройства в 2021-м здесь удобно всем – детям, спортсменам-лыжникам, мамам с колясками и пенсионерам. За его благоустройство голосовали сами жители, рассказывают в мэрии. Ну, исторически сложилось, что здесь и стадион, и люди ходят, гуляют, просто дышат свежим воздухом. Вы видите, такая естественная зона, зеленая. И поэтому решили ее благоустроить и сделать местное притяжение вообще для всего города. Ну, что так, в принципе, и получилось. Потому что у нас здесь и масс-старты проходят, и лыжня России проходит. До 500 человек собираются, стартуют прямо здесь, на поляне. Символом обновленного парка в Канске стал медведь. Его фигура красуется при входе. Гулять можно даже вечером. Тропинки с освещением и видеонаблюдением, качели, уличная мебель, детская зона – сделаны в одном стиле. Да, хотелось как-то выделиться, хотелось чего-то не типового. С проектировщиками было предложено имя вот такое, так как экопарк, исполнение в дереве, привязанное только к природе. Губернатор края в своем обращении к правительству еще в начале года выделил Канск как одну из приоритетных территорий. Александр Рус поручил главам муниципалитетов максимально привлекать жителей к теме благоустройства общественных пространств. Парк Сосновый был отремонтирован по программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Жители региона участвуют в голосовании и сами выбирают, где нужны улучшения. Ну а в этом, в 2022 году, благоустройство пройдет в 34 общественных пространствах 27 городов края. Траты на программу масштабные – 340 миллионов рублей. Ну, я считаю, что мы очень успешно реализуем эту программу, потому что мы ее реализуем не только для жителей, но и вместе с ними. Каждый раз, объезжая объекты, после того, как они уже завершатся или в процессе, мы замечаем очень такой живой отклик жителей, когда они сами пытаются ухаживать за клумбами, пытаются благоустроить свои какие-то территории прилегающие, дворовые. То есть они благоустраивают не только город, но еще сами там свои участки. Выборы места для благоустройства всегда проводятся заранее, чтобы рабочие все успели в короткий строительный сезон. Поэтому уже в ближайшее время весной начнется голосование за пространства, которые будут ремонтированы в 2023 году.